приветствую всех вас дорогие славные зрители моего канала верные друзья и конечно же любимые мои подписчики снова с вами я юриэль общественный деятель блогер и просто неравнодушный человек и сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на один такой ролик значит вы можете в принципе его посмотреть давайте я сейчас вот его прям запущу суть в чем на этом ролике значит это кстати вконтакте я нашел случайно в какой-то группе здесь видно как школьник сдающий егэ падает замертво и умирает давайте сейчас ну в принципе я не буду его до конца смотреть и так понятно то что школьник выпускник сдающий егэ значит сдает экзамен но при этом видать не выдерживает нагрузки и по всей видимости у него случается приступ скорее всего это приступ либо эпилептические возможно это приступ связанные с нарушением сердечной деятельности то есть так называемая внезапная смерть ну то есть скоропостижная как еще называется да и тут в принципе такая ситуация я бы не сказал что она какая-то удивительная это может произойти и на работе это может произойти и допустим на допросе у допустим у следователя до либо на допросе каких-то правоохранительных органов когда у человека допустим выбивает показания допустим различные и выгодные так сказать следствию но не суть в принципе это конечно ситуация очень ужасная и я бы даже сказал ну просто необычайно трагическая вот но что меня больше всего бросилась в этом видео точнее то что было под видео и так когда я начал уже смотреть комментарии значит под этим роликом значит одна значит мадам зовут ее наталья варакина некая когда же этот западнизм закончится ну то есть уважаемая наталья хотела сказать что запад виноват в том что дети умирают в школах во время экзамена ну естественно я не мог пройти мимо ну данного комментария потому что он меня просто ну скажем так заставил таскать обратить внимание и я решил ей ответить наталья причем тут запад как раз таки в европе гуманных вопросах образования и так там так детей не мучают и не издеваются как у нас ну под моим комментариям два лайка так вот смотрите дорогие друзья вот сейчас конечно ко мне набегут боты говорить о том что дескать я пятая колонна защищая запад там и прочее а вот то что ну давайте все-таки здраво порассуждаем дело в том то что егэ вот эта система да как единая государственный экзамен в форме тестов тестирование это на сегодняшний день самая универсальная проверка знаний и она не только вы не думаете то что это на западе применяется вот потом типа у нас в россии что вот бедную россию матушку заставили таскать принять ужасный ужасную форму вот эту вот егэ я вам хочу сказать расстроить вот просто дело в том то что егэ сейчас повсеместно и не только на западе но даже не знаю в японии в китае соседнем в корее в индии во вьетнаме и даже в африке далекой применяется вот этот самый но может быть не егэ может быть у них там называется как-то по-другому но как бы не важно как называть форма такая же экзамены сдают форме тестирование и давайте все таки вот поговорим дело в том то что на западе ну я так понимаю что женщина имеет ввиду под западом европу как раз таки тоже сдают вот этот вот егэ но почему-то дети не умирают во время экзаменов то есть почему-то так не переживают и может быть здесь проблема то ведь не в том что вот не в самом егэ не в том что дети сдают экзамен форме тестов ничего такого страшного я в нем не вижу да возможно хотелось бы чтобы проверка знаний была бы еще немножко в иной форме но это уже другой вопрос наверно здесь проблема не в том что там америка виновата в том что у нас ребенок не выдержал значит и умер во время вот этого испытания а в том что у нас в стране детей стращают вот этим егэ как как будто бы это вот прям вы знаете самое главное в жизни как будто это прям вот некая вот прям идея фикс что вот если вы не сдадите то все кошмар конец там конец света все все перевернется и наших детей просто так застращали вот это мин образования и науки что сегодня вот уже даже дети боятся даже прийти в школу потому что вот реально когда вот ребенку не ребенок ну ладно там да юноша девушка там никто приходит в эту школу и особенно вот знаете такие ребята у которых ну как бы не совсем окрепшая психика а может быть сами по себе они очень сентиментально вот как я например они очень ранимые например да и для них это сплошной стресс когда они приходят их начинают досматривать это еще хуже чем допустим в полиции там или на таможне или вот как я не знаю даже на таможне вот я помню я в самолет когда помню это было три года назад ну четыре уже почти 2020 году москва питер самолетом мы с сестренкой как-то вот ездили и я вам скажу у меня был в кармане ну такой складной ножичек ну как разделочный там найти поход ходить там допустим картошку чистить там не знаю что то вот на природе готовить и я всегда его на всякие пожарные беру с собой и и таможняки увидев ну то что у меня ножичек конечно не положено брать его в самолет но они сказали да ладно проходите ничего страшного то есть понимаете даже в аэропорту люди более скажем так ну не запудренные вот этими всеми тараканами как вот допустим школе уже дошло до того как как парня недавно просто заставили раздеться причем заставили раздеться в присутствии девушек женщин да то есть начали проверять чуть ли не так сказать задний проход а нет ли у него там жучка какого-то который ему там что-то говорит о том что вот там готовые ответы например да вы понимаете до чего мы дошли мы дошли просто вот до какого-то маразма до какой-то параной и и все это вот понимаете каждый год представляете и неудивительно то что ребята да тем более вот молодые они испытывают вот такой вот стресс и удивительно вот что во время экзамена скажем вот этот парень ну просто не выдержал потому что реально его так просто загнобили то что если ты не сдашь егэ то все твоя жизнь закончится что вот ты больше нигде не сможешь преуспеть что ты все все можешь себя похоронить заживо вы понимаете вот какое у нас отношение и никакой запад здесь не виноват ну понимаете если у людей нету мозга они будут писать вот всякую хуйню что вот мол запад плохой что вот все у них очень плохо что просто там какой-то настоящий ад зато у нас все прекрасно духовненько прям некуда деться поэтому я хочу обратиться наверное к оставшимся здравомыслящим людям то что давайте все таки наверное включать мозг вот не будем вестись на на подобного рода вот херню и давайте будем делать так чтобы детям ну вообще вот тем кто заканчивает там школу ну ребятам было комфортнее чтобы они сдавали экзамен не как вот шли на войну например да а как просто это было небольшое развлечение чтобы это воспринималось ими ну очень легко чтобы они не страдали и вот я хотел бы обратиться еще вот к нашим так сказать старшим братьям по социальному положению ну то есть к депутатам например да к правительству вы сделайте что-то полезное для страны сделайте действительно что-то толковое чтобы наверное молодым людям было проще чтобы они вот так вот не мучились и не задумывались о том что вот если я не сдам тег это все вот можно так сказать на себя накладывать руки сделать и так чтобы люди не хватали за сердце упростите задачу хватит издеваться над нами сделайте хоть что-то один раз полезное для нашей родины всем добра и конечно побольше здравомыслия с вами был я юрий до скорого